МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Чувашия Михаил Игнатьев был в числе приглашенных. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. День рождения императора Акихита, жители страны восходящего солнца начинают праздновать задолго. Посольстве Японии в Москве каждый год устраивают торжественный прием для своих партнеров. Две страны уже давно сделали шаг на встречу друг другу. В этом году исполнилось 160 лет со дня подписания трактата о торговле и границах, установивших экономическое отношение между Гранией и Россией. Мы видим, что зависимости от времени и развития факторов были как благоприятные периоды, так и периоды неопределенных отношений. Именно в один из благоприятных периодов японские предприниматели начали реализовывать свои проекты и в Чувашии. Недавно в Чебоксарах открылся завод по выпуску жгутов для автомобилей. Иностранные партнеры говорят, что в республике для них создали благоприятную среду. Главная причина, почему Фуджикура решила начать работу в вашем регионе, это потому, что глава республики оказал большую поддержку предпринимателям. Во время церемонии открытия завода Фуджикура присутствовало много бизнесменов из Японии. Я уверен, что руководители этих компаний увидели красоту в вашей республике и теперь они рассматривают возможность открыть бизнес в вашей республике. Завод дал работу сотням жителям республики и стал убедительным примером. Мы на самом деле долго шли к открытию производства японскими предпринимателями на территории нашей республики. Вы слышали, знаете, я еще раз хочу отметить, они шли почти три года. Пообщался сейчас с государственным министром экономики Японии. Их предприниматели впечатлены. Останавливаться на достигнутом республика не собирается. Частные инвестиции нужны как воздух. Поэтому Михаил Игнатьев пригласил японских коллег посетить Чувашию будущим летом. День рождения республики. В Москве завершается международная выставка «Транспортная неделя». Завтра будут подведены ее итоги. А накануне состоялся деловой завтрак с федеральным министром транспорта. В нем принял участие и глава Чувашия Михаил Игнатьев. На этой выставке свои экспозиции развернули ведущие предприятия, работающие на транспортную отрасль. Презентация современных материалов для строительства дорог, новых технологичных разработок для метрополитена, инновационных систем для слежения за автомобилями. Всего не перечесть. В этом году в международном форуме принимают участие около 300 компаний. И все представили последние научные достижения в сфере транспортной индустрии. Особое внимание участников привлекли проекты реконструкции региональных аэропортов и строительства новых магистралей и мостов федерального значения. Кроме того, за деловым завтраком обсудили, как российские субъекты реализуют программу перевода транспорта на газомоторное топливо. Для Чуваши это приоритетный проект. Мы в целом интенсивно в этом направлении ведем работу. На сегодняшний день уже ряд предприятий по Чувашской республике уже закупили технику. Это Чуваш Автотранс, это предприятие Сеспель. И уже на подходе ряд муниципальных городских предприятий, которые также принимают участие в этом направлении. Еще одна тема строительства высокоскоростной магистрали по маршруту Москва-Казань. Уже в январе следующего года должны завершиться проектные работы. Послание президента России, с которым Владимир Путин выступил 3 декабря, приковало к себе внимание широкой российской общественности. Политиков, ученых, представителей разных слоев населения. Какое впечатление произвел доклад Владимира Путина, смотрите далее. Я бы это послание назвал одним общим названием. Не расслабляться, продолжать работу. В преддверии Нового года это послание прозвучало как напоминание о том, что мы должны быть вместе, что мы должны собраться. Все, которые, так сказать, задавались друг другу вопросы в Чувашской республике, очень интересные проекты, очень развиваются, так сказать, успешно. И самое главное, что народ живущий в республике, любит свою землю. Ну и, конечно, обратите внимание, на поддержку школьного образования выделяется в два с половиной раза больше денег, чем даже на поддержку предпринимательства. 20 миллиардов туда и 50 миллиардов на школьное образование. Это очень важно, потому что у нас действительно очень многие школы в регионах просто в плачевом состоянии находятся. Чисто материально даже, физически. В очередной раз, как Россия спасает Европу, в очередной раз. И в очередной раз, возможно, это единственное, может быть, спасение вообще. Спасает мир, можно так назвать. Конечно же, на этой войне существует герой, который в своей жизни уже кладут на этот алтарь. Для меня это понятно. Россия начинает подниматься, Россия начинает возрождаться. В многом это связано с именем президента. Мы попадаем в те направления, которые Владимир Владимирович сегодня высказывает. Республика надо продолжить. И очень я обрадовался за то, что аграрный сектор сегодня придется принимать внимание в числе первых лидирующих строительства школ, садиков. И потом доступность лечебных учреждений. То, что мы строим республики и на следующий бюджет заложили 50 миллионов строительцев в федерации Кужерского. Это и есть программа, это все. Строительство школ. Это мы уже начали практически воплачать. Учитывая недавние события, на первый план выступает борьба с терроризмом. И мы, в свою очередь, должны обеспечить антитеррористическую защищенность транспортной инфраструктуры Чувашия. В нашем предприятии на сегодняшний день проводятся все мероприятия согласно разработанного плана антитеррористической защищенности автовокзала в соответствии с действующим законодательством. Нельзя также не отметить слова Владимира Путина о том, что государство должно оказывать содействие предприятиям, не снижающим показатели эффективности работы. И в другой актуальной теме. Одним братом меньше. На фоне известных событий Чебоксарское городское собрание депутатов решило в одностороннем порядке расторгнуть побратимские отношения с турецким городом Анталья. Городом побратимом Чебоксар Анталья стала летом 2001 года. Города побратимы или породненные города – это два города, имеющие постоянное сотрудничество в различных сферах – культура, спорт, история и другие. Побратимы могут находиться либо в двух разных государствах, либо в одном, что случается реже. Термин «города побратимы» появился в 1944 году. Так впервые назвали два города, которые практически полностью были разрушены во время Второй мировой. Это британский Ковентрий и советский Сталинград. Жители Ковентрии подготовили для сталинградцев скатерть, на которой вышли имена 830 женщин города и слова. Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление. Это полотно стало символом единства и дружбы жителей городов и вместе с собранными деньгами было передано в СССР. Оно по сей день хранится в музее «Сталинградская битва». Сейчас взаимодействие между городами и побратимами заключается в обмене делегациями, спортивными коллективами, выставками. Кроме того, статус побратимов подразумевает оказание помощи при природных катаклизмах и техногенных катастрофах. Как вы все знаете, какая внешнеполитическая ситуация. Конечно же, мне, как, прежде всего, гражданину Российской Федерации, гражданину Чуварской Республики, просто ухо режет, когда такое звучит название «Побратимы и города». Мы не можем быть сейчас братским народом, вопреки тех событий, которые сейчас происходят в мире, и когда нас немножко подставляет. Конечно, данное решение не транслируется на самих граждан Турции, в первую очередь, или на граждан, на нас, на россиян. Но мы понимаем, что руководство Турции ведет неправильную политику, в первую очередь направленную против Российской Федерации. Поэтому считаем правильным в данный момент расторгнуть все отношения с этим государством. Примеров, когда города разрывали, по-братимские связи в истории достаточно, причем и по менее серьезным причинам. В 2013 году Венеция приостановила партнерские отношения с Санкт-Петербургом из-за принятия в северной столице закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. В Саратов вышел из Международной ассоциации породненные города из-за нехватки средств на членские взносы и участия в мероприятиях. Так или иначе, у столицы Чуваши есть с кем сотрудничать в области культуры. У Чебоксара осталось еще четверо братьев. Это белорусский Гродно, венгерский Эгер, город Рунду в Намибии и Санта-Клара на Кубе. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика. В Чуваши обсудили реализацию указов президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года. За четыре года на достижение основных показателей дорожной карты в республике направлено 19 миллиардов рублей. Только на этот год в бюджете предусмотрено около 6 миллиардов. Основная часть средств пойдет на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. Со времен Перри Мейтсона адвокатские истории – излюбленный жанр для авторов детективных романов, рубрик в газетах и на телевидении. На фоне бравых похождений борцов за справедливость как-то забывается, что адвокат – не единственная специализация юриста. Не менее востребованы и нотариусы. Нотариальная палата Чуваши отметила 20-летие. Оформить сделку, заверить подпись, дать разрешение на вывоз ребенка за границу, составить завещание – все это без участия нотариусов просто невозможно. Кстати, для дополнительной гарантии легитимности нотариальных действий работа каждого нотариуса страхуется на 2 миллиона рублей. Но страховые случаи ни разу не наступили. Я полагаю и рассчитываю на вас, что вы своим лучшим примером будете упреждающе работать и в совершенстве законодательства, и в обслуживании наших жителей Чувашской республики или даже граждан Российской Федерации, когда они приезжают к нам и находятся на территории республики и обращаются к вам. Нотариальная палата Чуваши не только контролирует работу нотариусов, возмещает затраты на проведение экспертизы, связанной с их деятельностью, но и активно участвует в общественной жизни республики. Только в прошлом году нотариусы оказали благотворительную помощь слабозащищенным гражданам на общую сумму более миллиона рублей. С каждым годом увеличивается и количество нотариальных услуг, оказываемых бесплатно. Сегодня прошла видеоконференция министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня с регионами. На селекторе обсудили реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также реализацию программ по капитальному ремонту многоквартирных домов. На днях об этом говорили на окружном совещании, которое провел в Чебоксарах полпредпрезидента России в ПФО Михаил Бабич. В целом по стране отметили в Минстрое России выявлено две проблемы. Нарушение графиков сдачи домов и низкое качество строительства жилья для этой категории граждан. За предыдущий год мы практически втрое увеличили по стране объемы расселения людей из аварийного жилья. И в этом году тоже постараемся не потерять те объемы, которые были в прошлом году. Отладывали у нас объемы примерно схожие на текущего года и прошлогодние. Третья позиция важнейшая у качества домов, которые построены для переселения граждан из аварийного жилья. Здесь я хотел бы сразу отметить то, что редкие случаи, к счастью, когда качество подводит, но эти случаи, они порой портят всю картину. В Чувашии картины выглядит несколько лучше. Здесь не только не срывают реализацию очень важной государственной программы, но и ищут новые подходы в решении проблемы. Участники видеоконференции обсудили программу «Пока примонту многоквартирных домов». Она действует уже второй год. В республиканскую программу, рассчитанную на 2014-2043 годы, включены 4732 многоквартирных дома. Их общая площадь – 15,5 млн кв. м. В них проживает 618 тысяч человек. Чтобы не растягивать на 30 лет, программу разделили на этапы. В течение двух лет, а это 14-й и 15-й, запланировано отремонтировать 272 многоквартирных дома. В них проживают 19,5 тысяч человек. На эти цели выделено 245 млн рублей. Что касается выполнения программы капитального ремонта в целом, она у нас уже подходит к завершению. И из 272 многоквартирных домов, которые подлежали капитальному ремонту, сегодня выполнена работа в 264 многоквартирных домах. Остались ремонтные работы по замене системы госнабжения. Особая озабоченность властей вызывает собираемость с населения взносов за капремонт. Но, по словам Олега Маркова, в последние месяцы платить люди стали лучше. По состоянию на конец ноября на счета регионального оператора и лицевые счета домов поступили 90% платежей. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика. Платить или не платить за капитальный ремонт? Части жителей Чувашии все еще решают для себя этот вопрос. Тем не менее, ремонтировать дома уже начали. У жильцов дома по улице Ивана Франко в Чубаксарах теперь образцово-показательный подвал. Фасад это лицо дома на виду всех, а его внешнем виде, как правило, заботятся. Другое дело – подвал. Из нашей редакции хоть раз спускались в подвал свои многоэтажки только два человека. Остальные сказали – фу, там темно, грязно и крысы бегают. Между тем, от состояния подвала зависит от состояния дома. А если там постоянно стоит вода, это угроза фундаменту. Когда у жителей 11-го дома по улице Ивана Франко возник вопрос, что ремонтировать по программе капремонта, решили начать с подвала. Дом старый, с 50-х годов. Ремонт в подвальных помещениях практически ни разу не производилось. И теперь, когда уже сделали, в сравнении с тем, что было и сейчас, конечно, небо и земля. Гидроизоляция пола, карнизы над так называемыми приямками и свежая отмостка теперь не позволяют проникать в подвал лишней влаги. Стены у нас, кирпичи были, штукатурка обваливалась и создали борский вид. А штукатурили все полностью, кладочные забивали, местами неровности были. То есть штукатурка, покраска все полностью. И красиво вид создали, потолки тоже самое. Кроме подвала в доме отремонтировали проводку, сейчас занимаются системой газоснабжения. Первый план у нас принят на 14-15 год. В него вошли, значит, 272 многоквартирных дома на следующий день. Они уже идут к завершению работы. Насчет подвальных помещений, чего хотелось бы отметить. Значит, это практики. В практике у нас впервые в этом году. Порядка у нас 8 домов отремонтированы по целому по республике. Впереди новый 16-й год, а значит, новый план на ремонт многоквартирных домов в Чувашии. Вы все еще сомневаетесь, стоит ли платить за капитальный ремонт? Загляните в свой подвал. Ольга Пыришкина, Сергей Рябчиков, Республика. Оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями в Чувашии подвел итоги уходящего года. Его результаты в следующем репортаже. С итоговым докладом о деятельности оперативного штаба по управлению контртеррористическими операциями в Чувашской республике выступил временно исполняющий обязанности начальника УФСБ России по республике Андрей Семенов. Как он отметил, основные усилия штаба в истекший период были направлены на своевременное выявление признаков подготовки террористических актов, обеспечение безопасности подготовки и проведения важных федеральных и региональных общественно-политических и спортивных мероприятий. Анализ практических действий и общий разбор учений с заслушанием членов оперативного штаба и руководителя группы посредников показывает, что силы и средства группировки штаба в целом готовы к выполнению задач по противодействию терроризму. В соответствии с планом Национального антитеррористического комитета в 2015 году на территории республики проведены два антитеррористических и два командно-штабных учения, в рамках которых проверена готовность силовой группировки оперативного штаба к решению служебно-боевых задач. Поставленные перед подразделениями задачи в ходе учений были выполнены в полном объеме. Анализируя деятельность штаба в отчетный период, необходимо отметить, что решения НАК и ФОЖ, указания аппарата НАК, мероприятия, предусмотренные планом работы оперативного штаба, выполнены в полном объеме. Принятые штабом меры позволили не допустить совершения в текущем году террористических актов на территории Чувашской республики. В Чебоксарах осужден мошенник, который представлялся сотрудником ФСБ и брал с граждан деньги на решение их вопросов в органах власти. Алексей Чесноков заработал на мнимом содействии 6 миллионов рублей. Будучи уверенными в том, что за деньги можно продвинуться в очереди на жилье по соцнайму, закрыть дело в суде, получить разрешение на открытие бизнеса и тому подобное, люди щедро платили за обещанную им помощь. Нашлись и такие, кого Чесноков за взятку пообещал трудоустроить в ФСБ. Это особенно возмутило сотрудников управления. В феврале Ленинский районный суд признал мошенника виновным по 24 эпизодам, а 25-й посчитал провокации со стороны органов дознания. Его задержали в момент получения денег. Однако Верховный суд вернул дело на повторное рассмотрение. В результате Чесноков получил 8 лет и 7 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Кстати, 31-летний Алексей Чесноков уже был дважды судим за разбой мошенничества. Сегодня руководство управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и уполномоченные по правам человека в Чувашии подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь обе стороны обязаны сотрудничать в вопросах защиты прав и свобод человека, обеспечивать условия и гарантии госзащиты граждан, которых обвиняют в совершении преступлений. Уполномоченные по правам человека в Чувашии Юрий Кручинин и начальник управления наркоконтроля Евгений Бурсуков подписали соглашение. И о том, что особое внимание будет уделяться соблюдению защите основных прав и свобод несовершеннолетних. Парад плиточников и каменщиков, поваров и кондитеров завершен. Лучшие представители рабочих профессий два дня боролись за звание победителя регионального этапа WorldSkills Russia 2015. Кто защитит честь республики в будущем году на соревнованиях Приволжского федерального округа? В нашем материале. 11 компетенций, 60 участников. Статистика этого чемпионата. Добавили три новых направления. Графический дизайн, сухое строительство и штукатурные работы, токарные работы на станках с ЧПУ. Все специализации востребованы на современном рынке труда. Отсюда и большое количество претендентов на участие. Отобрали лучших. Задания и модули соответствовали международным требованиям чемпионата. Конкурсные работы по качеству стали выше. В связи с тем, что мы действительно проводим чемпионат не просто для того, чтобы проверить, как наши студенты подходят к формату WorldSkills, а посмотреть уровень подготовки, именно качество преподавания и подготовки к системе среднего профессионального образования. Сейчас перед системой стоит задача, как можно больше готовить компетентных востребованных кадров, готовить по так называемому топу 50 востребованных специальностей. И, наверное, вот этот чемпионат позволяет приближать уровень подготовки к нашей системе среднего профессионального образования к тем мировым стандартам. Победителей и призеров определяла специальная комиссия, в составе которой профессионалы своего дела, преподаватели и бизнесмены. Оценивалось не только мастерство, умение, навыки, но и концентрация внимания, выдержка. Ведь выполнение некоторых заданий заняло почти пять часов. Я много нового узнал, чего раньше даже и не думал. Но я рад, конечно. Очень рад, что первое место занял. Спасибо организаторам за создание такого отличного конкурса. Не скажу, что я ожидала победу, потому что в этом году у нас сильная конкуренция была. Участники некоторые были знакомы мне. Поэтому в этом году победила. И думаю, что я буду достойно представлять в Саратове и Чувашии. Повысить престиж рабочих профессий – одна из идей первенства WorldSkills. Три предыдущих чемпионата, проведенных в республике, уже дали свои результаты. Уровень у нас высокий, как мы считаем, потому что я опираюсь на мнение работодателей. Для того, чтобы соревноваться на международном уровне и доказывать, что наши молодые рабочие лучшие в мире, тем самым повышать инвестиционную привлекательность России и Чувашии – вот это очень важно. А как же развивать нашу промышленность, если главного действующего лица в нем будет недостаточно или он будет не той квалификации? Это прежде чего человек труда, рабочая профессия. Поэтому WorldSkills в этом смысле делает большое дело. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Лебеди переселяются на зимние квартиры. Для них впервые построили специальные вольеры. Если раньше они переживали холода под крылом инженерной защиты, то теперь будут ждать весны под приглядом специалистов мини-зоопарка «Ковчег». Вот в такой красивый домик уже совсем скоро поселятся пернатые обитатели. Теплые полы, подогреваемый бассейн, прогулочная зона. Лебеди зимуют по программе «Все включено». Новый вольер – это не только удобная и комфортная среда обитания для птиц, место, но еще и возможность горожан наблюдать за этими птицами только летом, но и зимой. То есть вольер обустроен и построен таким образом, чтобы наши гости столицы, горожане, ребята, мальчики, взрослые приходили к нам и смотрели, как лебеди живут. Черные и белые лебеди, пеликаны, гуси, утки, фазаны и цесарки. У парка большой опыт по содержанию пернатых. Всего в мини-зоопарке более 50 различных птиц. Самое главное – это правильно кормить и ухаживать за ними. Вообще птички у нас кормятся согласно рациону. То есть в рацион входит комбикорм, зерно, трава, насколько я помню. И зимой мы решили немножко его увеличить, добавили в рацион рыбий жир. То есть это более насыщенная пища. Кстати, в парке сейчас находится и пеликан, живший на заливе. Второй, к сожалению, не выжил после знакомства с чебоксарской публикой. Вопрос о том, стоит ли выпускать в залив уцелевшую птицу следующей весной, остается открытым. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Такой была пятница глазами корреспондентов национального телевидения Чуваши. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин